Почему самоубийств стало больше и как изменить печальную статистику? Об этом мы поговорим с заместителем главного врача областной психиатрической больницы. Константин Коломичук сегодня гость нашей студии на Московской. Исследованию темы суицидов он посвятил много лет. Константин Леонидович, здравствуйте. Скажите, действительно ли суицид молодеет? Здесь получается несколько возрастных пиков. Если мы посмотрим как график, как диаграмму, то мы увидим, что и в подростковом возрасте, но там больше суицидальных попыток. В зрелом возрасте где-то порядка 45-50 лет. И у лиц старше 60 лет. И чем больше возраст, тем, к сожалению, риск суицида выше. А если говорить о подростках, как родители могут понять, что у ребенка появились такие мысли? Есть ли какие-то признаки? Признаки могут быть, так скажем. Задумчивость, рассуждения о смысле жизни такие туманные. Неразговорчивость. А что делать, если родители заметили у ребенка такие признаки? Есть мнение московских психологов о том, что подросток, скажем, склонный к суициду и даже уже намеренный его реализовать, он может реализовать его в течение 72 часов. Вот так прикинули, трое суток примерно. Если в этот период его как-то суметь отвлечь, вывести в иную колею, то суицида, скорее всего, не произойдет. А как сделать так, чтобы решение уйти из жизни люди вообще не принимали? Радикальных методов, конечно, тут не посоветуешь. В любом случае, нам надо, конечно, быть внимательнее к друг другу. И, ну, как было сказано, долюбите друг друга. Будьте внимательны и добры. Спасибо. Это был врач-психиатр Константин Коломичук. Мы говорили о суицидах, о том, как их избежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова